Формат этого Fashion Day предполагает возможность узнать о красоте в разных ее проявлениях. Здесь и дизайнерская одежда, авторские аксессуары и косметика с бадами. Для гостей это также возможность лично поговорить с экспертами во всех этих областях. Образовательной конвой этого дня стала серия лекций от стилистов из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска. Здесь дизайнер, когда он в руки взял этот шифон, был прозрачный и немножко жатый, видите, это крэш-шифон. Он почувствовал, этот дизайнер, что из этой тани можно вылепить вот эту текучую, виловавую, такую тонкую форму наряд. То есть дизайнер знает эту картину, естественно, и он создает очень правильный ролик. Имидж-стилист Ольга Меньшикова в своей лекции проанализировала, как дизайнеры воплощают в своих коллекциях мотивы полотен Вермеера и Боттичелли, а также как в своем образе можно раскрыть пристрастие к определенной эпохе или творчеству художника. Современному человеку, во-первых, важно изучать искусство для того, чтобы развивать свое чувство восприятия, развивать свой мир ощущений, эмоционального отклика на цвет, на форму, потому что общество сейчас во многом механизировано и закрыто, и в каком-то конвейерном ритме живет. Искусство помогает выбраться из этой капсулы и по-иному почувствовать мир и себя в этом мире, и во многом по-другому чувствовать и свой костюм, и свое пространство, интерьер. Искусство не должно оставаться оторванным от реальной жизни человека. Но я полагаю, что людей нужно учить этим связям, да, нужно немножко им показывать, как это нужно сращивать. Комплект, видите, он остается простой, он очень простой. Джинсы, кроссовки, свитшот, ну да, корея, сумка, все. Можно даже перенять, но в нем появляется стилевой текст, я его сейчас так называю. Стилевой текст. Это какое-то послание. Кто-то это прочитает, кто-то не прочитает, кто-то будет немножко чувствовать. Мой мир полностью перевернулся после того, как настолько просто, понятно, человеческим языком объяснялось, как связывается искусство и то, что я надеваю на себя каждый день, как это читать. Я, в общем-то, глядя на какие-то произведения искусства, сама пыталась находить какие-то параллели, да. Придя на мастер-класс Ольги, эти параллели стали настолько четкими. Это, конечно, было, ну, неким таким приятным инсайтом. Почему некоторые вещи становятся культовыми и по-прежнему вызывают интерес? И в чем отличие современной одежды в стиле ретро от винтажных первоисточников? В своей лекции рассказывает Ксения Лыскова. Старые вещи все-таки отличаются от новых, и детали их выдают. Пуговицы, материалы, это все равно заметно. Даже если в моду входят старые силуэты, они исполняются на современный лад, из современных материалов, и что-то все равно меняется. В своем выступлении Анна Глазкова рассматривала не только текущие тенденции моды, но и глобальные тренды, которые станут определяющими для целого десятилетия. Нет понятия уже в некоторых вещах мужского женства, холодной ситуации, область и так далее. Толерантость у нас вообще сейчас максимальная, то есть у нас очень много пришло вещей мужского. И технический прогресс в среднем месте, у нас есть многие материалы, вы не знаете, вы знаете, разрабатывается материал, например, какой-то плащ, где есть такие небольшие кнопки, ты нажимаешь, он меняет цвет и так далее. Возможно, представленные дизайнерами тренды могут показаться провокационными, однако то, что мы видим сегодня в форме тенденций, позднее станет неотъемлемой частью нашей жизни, как в истории моды это было неоднократно.